ДИСНАТВ Для города мы создали 200 рабочих мест. Ведем активное привлечение новых коллег в наш коллектив. Новогодние традиции в историко-краеведческом музее. Мы из прутиков делали венки, которыми украшали дом при Петре Первом. Каждая встреча депутатов Пятого созыва – попытка прийти к взаимопониманию в вопросах, которые так или иначе влияют на судьбу города. Всегда ли это удается? Смотрите далее. Очередная встреча депутатов прошла 17 декабря в здании администрации. Однако настрою на совместное обсуждение вопросов повестки дня помешала полемика между некоторыми депутатами, участниками заседания. Представители фракции КПРФ обнаружили ущемление своих прав и нарушение регламента в том, что не все рабочие материалы были вовремя до них доведены. Парировал обращение председатель заседания Анатолий Терлецкий. Поясняю депутату, информация о дате времени и вопросах, выносимых на сессию городского совета, была опубликована на сайте администрации города и размещена 13 числа, то есть в пятницу, в 16 часов 36 минут, более чем за два дня. К сожалению, найти взаимопонимание депутатам не удалось. В качестве своего протеста депутаты фракции КПРФ в полном составе покинули зал заседания. Извините, вы нарушили законы, не попугаясь сессию. Спасибо. Проблема в том, что мы не можем решить эти вопросы на уровне совета, поэтому будем решать их на уровне суда. В результате разногласия к началу сессии в зале осталось 10 депутатов, без представителей коммунистов. В этом составе заседание было открыто и депутаты приступили к повестке дня, главным вопросом которой был проект бюджета Десногорска на 2020 и плановые периоды 2021-2022 годов. Далее проект бюджета был рассмотрен на всех постоянных депутатских комиссиях с подготовкой заключения заключений. Далее 5 декабря состоялись публичные слушания, в которых приняли участие порядка 160 человек. Большинством проект бюджета был одобрен и рекомендован депутатам к принятию. При этом было отмечено несовершенство финансового документа, наличие значительных слабых сторон, которые требуют принятия решительных мер. Проблемы все эти в городе мы видим. И дороги, и освещение. И все закрыть, все эти проблемы закрыть, к сожалению, в рамках действующего бюджетного законодательства, теми средствами, которыми обладает наш муниципалитет, к сожалению, не удается. Пока не удается. Возможность пополнить бюджет некоторые депутаты видят в участии муниципалитета в федеральных программах и проектах. Как пример, приводится программа «Комфортная городская среда», благодаря которой продолжает благоустраиваться городская территория. Мы активно участвуем во всех региональных проектах в составе нас, которые реализуются на территории муниципального образования города Десногос. Помимо этого, мы в 2020 году в соответствии с календарем грантового деятеля, если это не коммерческая организация, наше учреждение будет принимать самое активное участие. Ну и, соответственно, также на территории города при поддержке концерта «Росэнерго» и «Смоленской атомной станции» будет продолжаться реализовываться программа «Мой любимый город». Кроме этого, предложено выступить с вопросом законодательной инициативы на уровне областной думы в части пересмотра нормативов распределения налогов. Есть другие налоги регионального уровня, над которыми можно тоже попытаться поработать с целью пересмотра нормативов распределения и увеличения поступлений в муниципальный бюджет. Проект решения о бюджете Десногорска на предстоящие три года был принят единогласно. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ С открытием новых производственных площадей Десногорск постепенно выходит из статуса моногорода. А еще такие объекты – это новые рабочие места. О новом резиденте деловой зоны МД-5 Десногорска далее в сюжете. В июле 2017 года здесь началось строительство нового производственного объекта. Спустя два года на месте некогда пустующих земель расположился производственно-логистический комплекс. Теперь здесь производственные мощности одного из лидеров своей отрасли – компании «Доктор мебель». Организация работает с 2010 года и производит специальную медицинскую мебель. Планируем в 2021 году выход на Евразийский рынок, на Евразийский союз. В 2023 году мы планируем перейти в другие страны мира. У нас абсолютно слаженный коллектив и команда, которая готова к этим амбициозным задачам. Открытие комплекса прошло 13 декабря и стало значимым событием как для самой компании, так и для Десногорска. Новый объект позволяет повысить объем производства мебели компании на 24 тысячи изделий в год. А современное оборудование дает возможность изготавливать медицинские изделия разной сложности. Но чтобы все это заработало, нужны соответствующие специалисты. «Сегодня мы открыли новое производство, даем новые возможности для реализации задач здравоохранения оснащать современным оборудованием. Для города мы создали 200 рабочих мест, ведем активное привлечение новых коллег в наш коллектив». Вторым этапом запуска комплекса станет открытие административно-бытового корпуса, который рассчитан на более чем 30 рабочих мест. Подобные инвестиционные проекты в целом высоко оценил глава города Андрей Шубин. Он считает, что такое производство значительно улучшит деловой и социальный климат в городе. При этом на рассмотрении администрации уже есть и другие инвестиционные проекты. «Это строительство строительной фермы. Вот даже такой необычный объект планируется появиться у нас в городе. Поэтому будем расширять наши возможности по привлечению инвесторов в городе Сногорск и создавать вот такие прекрасные производства». Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Как отпраздновать Новый год на Старый Лад? Какая история появления новогодней елочной игрушки и другие интересные факты о грядущем празднике рассказали в Историко-Краеведческом музее. Подробности далее. Новый год не за горами, а значит, детям предстоит посетить немало праздничных мероприятий, посвященных самому главному празднику. Одно уже состояло с 19 декабря в Историко-Краеведческом музее под названием «Щедрый вечер-щедрец». Школьники окунулись в далёкое прошлое и узнали, чем украшали дома и новогодние ёлки в разные периоды времени – от Петра I и вплоть до советских времён. Новый год отмечали 1 марта. Представляете? 1 марта. Потому что считалось, что Новый год просыпается после долгой холодной зимы и приносит нам много урожая. После истории и различных фактов о главном празднике детям удалось посмотреть новогодние игрушки тех самых советских времён. Раньше каждое украшение несло особую мысль. Вот, например, стеклянные игрушки в виде овощей или ягод служили символом будущего хорошего урожая. После того, как школьники обогатились знаниями, пришло время и размяться. Весёлая и активная часть мероприятия всегда приходится по душе юным непоседам. Ну а далее по традиции творческая часть – мастер-класс. Мы из прутиков делали венки, которыми украшали дом при Петре Первом. Мы украшаем его ленточками, разными шариками новогодними. Я венок этот подарю своей маме. Помимо различных конкурсов и мастер-класса, дети смогли увидеть экспозицию вот такой простой советской квартиры. Маленькая непышная ёлка, Дед Мороз и снегурочка, выполненные из папье-маше. Ну и, конечно же, мандарины. Куда же без них? А сегодня, когда дети вернутся домой, они увидят совсем другую картину. Множество современных новогодних игрушек на красивой, большой и пышной ёлочке. Различные гирлянды, покупные рождественские венки, интерактивный Дед Мороз на батарейках и аналогичная снегурочка. Кажется, что неизменным осталось одно – запах и вкус цитрусовых. Мандарины из года в год остаются самым главным предновогодним угощением. Не утихают дебаты по поводу последнего календарного дня в году – 31 декабря. На данный момент, если этот день не выпадает на субботу или воскресенье, он проходит в обычном рабочем режиме. Не согласны с этим, среди прочих, и партия ЛДПР. В конце ноября этого года депутаты партии внесли в Госдуму законопроект о признании 31 декабря выходным днём. Один из инициаторов проекта – Сергей Леонов, координатор Смоленского отделения партии ЛДПР. У правительства такие инструменты есть, чтобы это сделать. Ну, а далее будем ждать рассмотрения законопроекта на заседание Государственной Думы. И надеюсь, что большинство голосов будет отдано за то, чтобы 31 декабря теперь стало выходным, но чтобы это не повлияло на распределение выходных и праздничных дней. Это всё останется как прежде. Согласно проведённому опросу, такую инициативу поддерживают 86% жителей России. А уже 19 регионов приняли закон на местном уровне, перенеся рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря. О судьбе предложенного ЛДПР законопроекта станет известно в следующем году. Последняя в этом году сессия Государственной Думы прошла 18 декабря. В конце выпуска о погоде. 20 декабря в Десногорске солнечно, температура днём около нуля, ночью минус два. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьёв. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!